К нам подключается Татьяна Полоскова, доктор политических наук. Татьяна Викторовна, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Что ж, преступления против азербайджанского народа, совершенные Арменией в 20 веке, не имеют срока давности. Мы видим, что рано или поздно преступники несут ответственность за свои бесчеловечные деяния. К слову, вот недавно был задержан Вагиб Хачатрян, который участвовал в преступлениях против азербайджанцев в 1991 году. Какие механизмы, на ваш взгляд, необходимо задействовать Азербайджану для ускорения правосудия в отношении таких лиц? Ну, я думаю, прежде всего, конечно, я хочу отметить, что если бы в Армении власти были адекватные люди, то первое, что бы они сделали, они бы сами поспособствовали передаче списков этих людей о правосудии Азербайджана. А те, кто находится на территории Карабаха, сейчас находящегося под нашими российскими миротворческими силами, они бы сами этих людей собрали, посадили в автобус и привезли на границу, на пропускной пункт. Но дело в том, что Армения пытается любую ситуацию, к сожалению, нынешняя армянская власть пытается любую ситуацию использовать для собственного самопиара. Сейчас во многих странах мира и в России тоже пытаются раздуть информационную пропаганду, что это, дескать, незаконное задержание. Это абсолютно не так. Но, во-первых, начнем с того, что подобные преступления не имеют срока давности. У нас даже первоклассник это знает в школе, которому, когда рассказывают про преступления нацизма на советской земле, об этом говорят. Странно, что в Армении об этом не знает власть. Ну, я не знаю, что они заканчивали, правда, сейчас все бывает. Второй момент. Мое, знаете, ощущение плотное, что тех сейчас, в том числе в России, кто выступает в защите Хачатряна, больше всего волнует не его судьба. Но кого вообще из сильных мира сего в мире волнует судьба человека? Единицы волнует. Это волнует тех, кто боится, что Хачатрян, кроме армянских фамилий, там начнет называть и некоторые другие фамилии. Как известно, все это могло произойти только при попустительности Москвы. Тогда, да, Советского Союза-то уже не было, но, в принципе, Москва-то была еще в силе. Те, кто выдавали оружие, там только тысяча стрелкового оружия была выдана и более тяжелая техника сепаратистам, когда они заходили в те же мишели. Вот, поэтому, если начнется разбор полетов, если тот же Хачатрян будет что-то вспоминать, а ему в камере делать больше нечего, как говорится следователям, это понятно, это везде и всегда, то могут быть еще интересные подробности. Одно дело мы про них знаем, а другое дело это будет названо в ходе следствия. Это тоже надо учитывать. И третье, если тех, кто радеет за, так сказать, освобождение Хачатряна, это невозможно, думаю, что в России прямо все плачут и рыдают вот его судьбой, могу сказать, что реакция другая. Во-первых, у нас многие просто не знали про Мишали, я сама, честно говоря, мало про это знала, я вот последние две недели читаю. Про Хаджалы слышали, ну что-то, сейчас про это знают все, количество посещений роликов в том же Ютьюбе, где говорится о геноциде, значит, вот на этих территориях резко возросло, и реакция такая, даже у людей далеких от политики, а что, он еще и жить будет? А что, в Азербайджане нет смертной казни? Так они мало того, что его сейчас в больнице лечат и создали ему все условия для жизни, он бутсмен его посещал, он еще там за счет азербайджанского налогоплательщика будет в комфорте остаток жизни проводить, поэтому массовой поддержки здесь не будет. Ну и наконец, значит, чисто личное, ну вот эти вот шумы, значит, в прессе, в армянской, не только, что это немощный старичок, ну простите, я его моложе всего на 6 лет, я что-то пока еще, значит, сама передвигаюсь, и это тоже не аргумент, 68 лет это вообще не возраст, ну а возраст всегда болезни, его сейчас лечат, вылечат. Поэтому я думаю, что я вот хочу как бы подвести такой маленький итог здесь вот этому своему стезису. Вы знаете, я часто бывала в Чили до пандемии, и я видела, что как в одном из ресторанов Чили, который содержит бывший участник массовых преступлений против населения в эпоху Пиночета, он спокойно живет, эти дедушки, генералы, собираются, попивают там венцо, и им очень даже комфортно, ведь в Сантьяго, значит, стали проводить следственные действия, и сажать тех, кто участвовал в геноциде собственного народа, начали только с приходом к власти Мишель Бочилет, потому что она сама прошла за стенки, к ней применялись ужасные путь, вот, поэтому я не хочу, чтобы такие картинки были, так сказать, на территории разных стран, не только в той части Карабаха, которая пока еще находится под контролем наших императворческих сил. Наказание неминуемое, это главный принцип правосудия, и когда человек убивает 25 человек, да даже одного, он прекрасно должен осознавать, что рано или поздно за ним придут, с этой мыслью ложиться спать и вставать. Татьяна Викторовна, вот Армения также продолжает говорить о мнимой блокаде, коммунитарном кризисе, хотя сами же они блокируют дорогу Агдам Ханкенди, которая была предложена Азербайджаном и одобрена Европейским Союзом. Очевидно, что они пытаются подобными действиями и заявлениями просто отвлечь внимание от преступлений, совершенных армянскими сепаратистами. Они также пытаются вести в заблуждение международное сообщество и привлечь в регион третьи силы, то есть других игроков. Как вы считаете, вот как долго может это продолжаться уже? Ну, вы знаете, у нас в России есть такая поговорка, я думаю, может быть, она и в Азербайджане тоже есть, паук на сковородке, когда паука бросили на раскаленную сковородку, он бегает, дергается, пытается, как-то вылезти, но это невозможно. Я думаю, что все это уже агония, потому что лично я никаких инструментов для того, чтобы окончательно уже де-факто территории Карабаха стали полноценными, нормальными территориями Азербайджана, я не вижу. Я знаю, что когда ваши официальные лица выезжали в Карабах, то оставшееся армянское население нормально их приветствовало, поговорило, что вот, ну хорошо, поскольку, ну как эти люди жили, давайте там ведь кроме разрухи за период фактического управления там Армении ничего не было. Вчера я, например, посмотрела один сюжет по YouTube, где, значит, известный армянский, кстати, блогер Багдасарям рассказал, что творилось вообще на территории Армении и Карабаха, люди там занимались своими личными делами, грабили местное население и ничего не делали, в отличие от азербайджанской стороны, которая все делала для своей страны. Поэтому я считаю, что это будет длиться, вот сейчас вот они делают это, да, любые вот массовые выступления, они в общем ни к чему не приводят это море в стакане воды, ну это нормально, нормальное явление, не действие нормальное, а реакция. Дальше, что они, может быть, постараются применить что-то более тяжелое, но я думаю, что армянская сторона прекрасно понимает, что если они вздумают начать попытку даже какой-то микроагрессии, микро выступления военного, это будет тут же подавлено и тогда уже все. Я считаю, надо договариваться, и вот что я вчера обсуждала, кстати, с азербайджанского коллега, и мы общались, я постоянно с ними общаюсь, не только с армянской стороны, даже разговариваю, что в Москве. Я хочу сказать, что, вы знаете, ну, Армения ведь фактически не государство. В свое время еще Соединенные Штаты ввели планеты квази-государства. Это когда территория называет себя государством, но не в состоянии обеспечить себе ни военной безопасности, ни экономического развития, ни демографического ресурса, ее нет, но нет у нее ничего фактически. И шансов, что она сама это сможет, тоже нет. Но нормальное государство в такого случая вступает в Союзы, идет на протектораты, и такое бывало. Нам же Карачка-Буши возили в 92-м году, ну что, мы едем спокойно из Штатов. Поэтому я думаю, что властям Армении сейчас надо не пыжиться, это уже смешно просто, а подумать, как из этой ситуации выходить, иначе может уже и быть по-другому. Татьяна Викторовна, большое вам спасибо за ваш комментарий, за то, что подключились к нам. Пожалуйста, доброго дня. Всего доброго. А я напомню, что к нам подключалась Татьяна Полоскова, доктор политических наук. Татьяна Полоскова, доктор политических наук.